Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале «Голос Силиконовой Долины» с вами Светлана Портнова. И мы поговорим сегодня ни много ни мало о том, что же такое любовь и как же сделать супружескую жизнь счастливой. Вопрос, конечно, непростой, но я думаю, что я имею право об этом рассуждать, не претендуя при этом на полноту и абсолютную достоверность информации, которую я вам скажу. Это просто мои собственные мысли и мои собственные рассуждения на эту тему. Встретились два молодых человека, и произошел клик, у них возникло чувство страсти, у них возникло желание быть друг с другом, проводить друг с другом время. О любви еще рано говорить. Это скорее этап эмоциональной вовлеченности, это этап сексуальной близости, это этап эмоции, адреналина и так далее, и так далее. Это имеет мало отношения к чувству любви, которое действительно нечто другое. Более того, это чувство, оно меняется с годами и претерпевает большие глубокие изменения. Ну, прежде всего, я, наверное, людей удивлю, если скажу, что любовь — это прежде всего труд. И с осознанием этого момента, если человек понял, что это труд, это труд эмоциональный, это труд духовный, и если человек осознал это все, то ему гораздо легче поменять себя и адаптироваться к каким-то условиям и привести себя в какое-то определенное состояние. После того, как молодые люди решают, что они хотят жить вместе, возникает очень много сюрпризов, связанных с тем, что каждый из них воспитывался, они воспитывались в разных семьях, у них разное воспитание, у них разные, наверное, понятия какие-то жизненные, и происходит процесс взаимного притирания. Только после этого процесса можно вообще хотя бы пытаться о чем-то судить, потому что, может быть, на этом вся любовь и закончится. Может быть, вся любовь была не любовью, а просто именно какой-то сексуальной близостью, какими-то сексуальными желаниями, сексуальными фантазиями и так далее. Но если на этом этапе людям удается отнестись к... Идет процесс притирания, и вот если людям удается отнестись к каким-то недостаткам другого человека, я не скажу даже с пониманием, на этот момент, наверное, понимания-то нет еще никакого глубокого, с принятием каких-то недостатков, то, наверное, это есть некоторый шанс какой-то совместной жизни, потенциальной совместной жизни. Но, как мы знаем, очень многие браки распадаются в самом начале от двух до пяти лет, это критический возраст, совместная жизнь, и очень многие браки распадаются именно в это время, когда люди не способны принять чужие недостатки. Я тут на интернете прочла одну фразу, которая меня сильно развеселила. Причем эта фраза была написана на каком-то психологическом сайте, и звучит она примерно так. О любви можно говорить долго, но если коротко, то любовь — это бескорыстная и радостная забота. Ну, никак не могу я с этим согласиться, что это бескорыстная и радостная забота. Дело в том, что, как это не покажется парадоксальным, но для того, чтобы союз был долгим, каждая сторона должна получать что-то свое. Не может быть бескорыстная любовь одной стороны и бескорыстное принятие другой стороны. В браке, как правило, люди отдают по-разному и принимают по-разному. Один дает что-то другое, а другой принимает это и отдает что-то свое. Если такой баланс не соблюдается, если одна сторона только бескорыстно отдает, а другая сторона только бескорыстно принимает, то нарушается баланс семейных отношений, и, наверное, через какой-то промежуток времени эти люди вдруг понимают, что тот, который бесконечно получает, он понимает, что как-то что-то он может получить это и в другом месте, может быть, в большем количестве, лучшего качества, а тот, который все время отдает, он оказывается в каком-то очень негативном состоянии, в каком-то проигрыше и уже чувствует не столько любовь и не столько теплые отношения, сколько какую-то патологическую зависимость во всех смыслах. И, в общем, мы очень часто слышим фразы «я тебе всю жизнь отдала, а ты…» и «никакой жизни нет». Очень важно в браке соблюдать некоторый баланс, когда каждая сторона может пройти некоторый путь и найти возможности самореализации. Это неправильно, когда женщина говорит «все, я свою жизнь кладу в залог, и я делаю все только для того, чтобы мужу было хорошо, детям было хорошо». В этом случае она, в общем-то, обрекает себя на некоторый дисбаланс получения и такой брак, может быть, будет и гармоничным, если у нее хватит сил на это, а может быть и не будет. Я как бы не берусь об этом судить. Но мне кажется, что семейные отношения должны строиться таким образом, что каждая сторона готова приложить некоторые усилия к тому, чтобы поменять что-то в себе. И это на самом деле является ключом к решению проблемы. Мы очень часто получаем письма такого содержания. «Вот я хочу куда-то двигаться, а мой супруг лежит на диване, и для него это все не важно». И, казалось бы, что же делать? И семья вроде нормальная, и отношения вроде нормальные, и дети хорошие, и все вроде хорошо, а что-то явный какой-то дисбаланс наблюдается, и непонятно, что с этим делать. Ну, я тоже не могу судить об этом так уж прямо на 100%, что с этим делать в такой ситуации. Но мне кажется, что если один из людей начнет куда-то двигаться, то само его движение к чему-то, к изменению себя, к принятию другого человека таким, какой он есть, оно либо поменяет другого человека, либо поменяет каким-то образом их отношения. Вообще, у нас все зависит от нашего отношения к чему-то, да? Я, например, в своей жизни очень долго не могла понять своего супруга, который несся все время куда-то, его никогда не было дома, я все время находилась одна, он не был грустный, я как-то говорила, а что же ты там ко мне не приходишь? Но прошли годы я как-то осознала, что для него мы разные все, да? И у нас разные ценности, и для него эти ценности важнее, а для меня какие-то другие ценности важнее. И если мы будем уважать ценности друг друга и относиться к ним терпимо, то, наверное, в этом будет некоторый ключ к движению вперед и к созданию, в общем, как-то прочной семьи. Когда люди начинают жить вместе, они прежде всего видят недостатки друг друга, и эти недостатки их либо раздражают, либо они их принимают. Но проходит какое-то время, допустим, с недостатками разобрались, приняли все недостатки, появляется ощущение, ты начинаешь человека лучше знать, да, ты видишь его сильные стороны, его слабые стороны, и появляется глубокое чувство уважения друг к другу. То есть ты понимаешь, что это не просто человек, ты видишь его не просто недостатки, но ты видишь его и достоинства. И эти достоинства очень важно оценить по заслугам. По каким заслугам? По заслугам собственных критериев. Очень важно показать другому человеку, что ты понимаешь и ценишь его достоинства, и что это очень важно для тебя. И он, в свою очередь, увидит в вас какие-то достоинства и будет уважать вас за то, что вы видите его достоинства. И это тоже большой плюс и большой шаг в движении навстречу друг другу и в создании вот такого ячейки под названием «семья». и шаг к построению, действительно, к созданию через труд вот этого чувства, вот этой эмоции любви, которая на самом деле очень глубокое чувство и способна управлять нашими ощущениями и вообще рулить нашей жизнью в каком-то смысле тоже. Чем больше люди живут друг другом, они становятся ближе друг к другу духовному. Недостатки уже приняты, это уже не проблема, это уже как бы всё с этим хорошо. Но появляются какие-то вещи, которые ты не можешь объяснить чужому человеку, он тебя не поймёт, а вот этот человек тебя поймёт. И выработать вот эту вот волну, на которой можно поддерживать духовное общение, это очень важно. Конечно, в суете трудовых будней, когда маленькие дети, когда, может быть, не хватает денег, когда жизнь рулит нами, и это не всегда приятно. Наверное, мы зачастую не думаем об этой духовной составляющей, потому что гораздо больше есть практических дел, на которые стоит, не то что стоит, на которые приходится обращать внимание. Но тем не менее, вот эта духовная близость, она объединяет людей и позволяет им быть на одной волне. И очень смешно, когда вот мы с супругом говорим о разных вещах, но у нас большая подноготная часть, она у нас общая. У нас общее видение каких-то вещей, у нас общая платформа и абсолютное понимание в этих вопросах. Да, конечно, в течение жизни возможны спады, возможны подъёмы, возможно, падения глубокие. Но если в голове сидит отношение к тому, что это моя семья и мой труд заключается в том, чтобы эти отношения поддерживать и развивать, то, наверное, в таком состоянии легче найти какой-то компромисс и легче найти какое-то решение. И, конечно, совсем не очень хорошо, если в какой-то период, когда всё плохо, бывает такое, жизнь как череда событий, плохие сменяются хорошими периодами. если в какой-то период, когда тяжело, эмоции начинают преобладать и уже затмевают разум и затмевают понятие того, что нужно совместно работать, трудиться и как-то преодолевать это всё. И в этот момент хочется плюнуть на всё, всё бросить и уйти. И вот это возможный вариант. Но если у людей есть духовная близость, если они понимают, что им плохо друг без друга, то, наверное, найдутся какие-то альтернативные решения. Бывает так, что в определённые периоды жизни, это примерно бывает, у нас это называется middle age crisis, я даже не знаю, как это по-русски называется. На русском языке это звучит «седина борода без ребро», наверное, так. У мужчин бывает ощущение такое, что как бы всё, что было, это было хорошо, но уже недостаточно, и как бы хочется чего-то ещё. И вот в этот момент как бы женская мудрость должна, и духовная близость, должны подсказать, как себя правильно вести, чтобы этого не произошло. Мужчины – это наша опора для женщин. Мужчины – это какая-то движущая сила. Но женщины всё-таки шея, на которой сидит эта голова. И поэтому во многом от поведения женщины зависит то, какой будет ваша семья. Однако, повторюсь ещё раз, в основе всего лежит труд. Это ежесекундный труд, это эмоциональный труд. Иногда труд довольно-таки тяжёлый. Но само понимание того, что это труд, и что эту работу нужно выполнять, оно делает это всё, в общем-то, вполне доступным для развития отношений, для создания крепкой семьи, для воспитания детей. Возможен ли брак по расчёту? Это, вообще-то, интересный вопрос. Значит, что такое брак по расчёту? Мне даже трудно сказать, но, наверное, это когда люди прикидывают заранее, с каким человеком могут сложиться отношения, с каким – нет. Очень интересный в этом опыт, в своё время я уже рассказывала об этом в одном из своих видео, очень интересный опыт индусов в этом месте, потому что у них все браки осуществляются по расчёту, в том смысле, что семья заранее подбирает кандидатов, невесты и жениха. И поскольку они исследуют очень много параметров, они смотрят, чтобы уровень образования был одинаковый, они смотрят, чтобы не было болезней, и уровень достатка, и того, сего, пятого, десятого, подбирают каких-то более-менее, скажем так, совместимых кандидатов. И дальше эти молодые люди должны строить свои семейные отношения. И вот в прошлой истории у меня там были комментарии, что так и непонятно, полюбили они друг друга или нет. То есть муж с женой, которые увидели друг друга и дали согласие на заключение брака, у них не было никаких ни сексуальных отношений, ни любовных отношений, никаких. Просто это был arranged marriage, им родители подобрали друг друга, они посмотрели друг на друга и сказали «хорошо». И вот это как раз с этого момента «хорошо» как раз и начинается процесс духовной работы и создания семьи. то есть вроде бы их подобрали по расчету. Но дальше процесс тот же самый, совершенно не имеет никакого значения. Процесс тот же самый, и я разговаривала с этой девушкой, она оказалась очень мудрая, она была молодая, намного моложе меня, она оказалась очень мудрая, она сказала, ну, я же должна, это же наша семья, мы же должны ее строить совместно. И все вот эти этапы, о которых я только что говорила, и взаимное притирание, и принятие недостатков, и оценка каких-то значимых качеств, и все-все-все, у них проходит по точно такой же схеме, что и у людей, которые просто встретились, у них возник любовный клик, эмоция, привязанность, и они решили объединиться. То есть схема вся одна и та же, совершенно не зависит от того, что послужило начальной искрой, было ли это заранее запланировано кем-то родителями или самими людьми, которые пожелали вступить в брак. Но, тем не менее, эта схема работает точно так же. При правильном отношении к союзу двоих можно построить очень крепкую семью, и очень успешную семью, где у каждого есть свое место, и у каждого есть своя роль в этой семье, и без каждого члена этой семьи будет ощущаться пустота, то есть человек не в состоянии своими душевными качествами, своими реальными качествами восполнить то, что дает партнер. И вот в этом смысле, конечно, и браки по расчету, и любовь с первого взгляда могут быть очень успешными. Ну, вот я так и попыталась изложить вкратце свою точку зрения на этот вопрос. А вам уже судить, и я, честно говоря, читаю все комментарии, мне это очень нравится. Мне нравится, что у нас на канале такая думающая публика, которая высказывает свои мнения, и мне на самом деле это ужасно интересно. Спасибо вам большое. С вами была Светлана Портнова, «Голос силиконовой долины».